Сегодня в Киеве с воодушевлением заявили о том, что дефолта на Украине не будет. Правительству в конце концов удалось договориться с западными кредиторами о реструктуризации долгов. Проще говоря, часть долга будет просто списана. Этот документ предполагает, что и России все возвращать не надо. Без участия Москвы решили сократить сумму на 20%. Россия, естественно, на такое списание не согласна. Но все это происходит на фоне явного безденежья на Украине. Понятно, что средств нет прямо сегодня же. В день, когда часть долга списали, Киев запросил еще кредитов. Юлия Ольховская продолжит. Для объявления финансовых новостей в Киеве сегодня собрали внеочередное заседание Кабинета министров. Правда, новости эти просочились в прессу еще до начала работы правительства. Иностранные кредиторы согласились списать Украине 20% внешнего долга. Это почти 4 миллиарда долларов. Изначально министр финансов Ереська настаивала на реструктуризации 40% долга, утверждая, что только при таких условиях страна сможет избежать дефолта. Однако в итоге списывают Украине сумму в два раза меньшую, чем она просила. Но вопрос в том, как новость подать. В Кабинете министров сегодня было много камер, улыбок, цветов и поздравлений. Глава МВД Аваков на заседание даже пришел с подарками из зоны так называемой АТО. Это большущий подвиг на финансовом фронте. Это 120-миллиметровая глиза от снаряда, расписанная полтавской художницей. Ожидаемый нашими врагами дефолт не состоится. Заявление Арсения Юценюка в Киеве с удивлением слушали экономисты, совсем не разделяющие праздничный настрой Кабмина. Их оценка достигнутого соглашения с кредиторами кардинально отличается от той, что озвучил украинский премьер. Списание 20% с точки зрения международной практики, это означает дефолт. Фактически на сегодняшний момент Украина официально объявила дефолт. Это означает, что в ближайшие 10 лет никаких частных инвестиций, вообще каких-либо кредитов в Украину вообще не будет. Любой зарубежный инвестор будет вспоминать, что это ненадежная страна, она не погашает вовремя долги. Эксперты отметили, что премьер деликатно умолчал о деталях соглашения с кредиторами. Однако вместо него подробности сделки раскрыли журналисты. Как сообщает Блумберг со ссылкой на Украинское министерство финансов, Украине все равно нужно будет погашать проценты по оставшейся сумме долга. Выплату житела кредита, это 15,5 миллиардов долларов, отсрочили до 2019 года. При этом обходиться он теперь будет на полпроцента дороже. Логика украинского правительства, в общем-то, понятна. Главное, что пока выплачивать основной долг не надо. Хорошая новость перед предстоящими в октябре выборами. А что будет через 4 года, никто ведь не знает. Учитывая, что рейтинг правительства и ценюка в прямом смысле слова упал до нуля, возвращать долги, вероятно, придется уже другим. Это вполне нормальное явление для ряда стран. Их специально провоцируют на абсолютную закредитованность. Расплачиваются они уже не деньгами, а более ценными ресурсами, геополитическими решениями, поддержкой нужных законопроектов в ООН и в других организациях. Поскольку Украина сейчас фактически страна под внешним управлением, естественно, она будет принимать те решения, которые ей будут спускать ее фактически владельцы. При этом переговорный процесс тянулся несколько месяцев и порой напоминал шантаж со стороны Украины. В Минфине неоднократно намекали, что если не договорятся с кредиторами, то в сентябре, когда Киеву предстоит погашать 500 миллионов долларов по еврооблигациям, правительство может ввести мораторий на выплату внешних долгов. Против этого был Международный валютный фонд. Теперь, когда часть долга списана, угрозы уже вроде бы неуместны. А Киеву снова нужны кредиты. Вопрос в том, где их взять. На закупку газа надо приблизительно 2 миллиарда. Мировой банк дал полмиллиарда. Причем это не сразу, а по этапу. Это списание, в общем-то, очень сильно, оно даже может привести к тому, что те, кто обещал, там, ЕБРР, Евросоюз, они будут прекратить давать деньги. Любят давать деньги только тем, кто вовремя погашает. Если, ну, как бы, кредитор, если в данном случае старство не держит свое слово, ну, кто же такому старству дает деньги? Это же прямая зависимость. В конце декабря Киеву предстоит выплачивать еще одну внушительную сумму – 3 миллиарда долларов России. Глава правительства Яценюк и украинский президент Порошенко уже заявили, что Россия не получит лучших условий, чем другие кредиторы. На что в российском Минфине ответили – реструктурировать этот долг Украине вообще-то никто не собирается. Украина провела соответствующие переговоры с коммерческими кредиторами, достигла определенной договоренности, но долг Российской Федерации не является коммерческим. Мы предоставили средства Украине под нерыночные проценты. Это была поддержка бюджета Украины. Мы не пойдем на реструктуризацию, мы не пойдем ни на какие изменения порядка и правил, по которым были предоставлены средства фото национального благосостояния. Мы будем настоятельно требовать возврата средств в полном объеме в декабре текущего года в размере 3 миллиардов долларов США с учетом уплаты соответствующих процентов. Более странным выглядит поручение, которое Яценюк уже дал Министерству юстиции подготовить закон о реструктуризации валютных кредитов, включающий, как сообщают местные СМИ, и российские еврооблигации. В Украинском аналитическом центре тем временем проанализировали рост уровня благосостояния граждан, точнее сказать, падение, и пришли к выводу, что по своим показателям Украина почти догнала Гондурас. Юлия Ольховская, Виктория Филатова и Ксения Гомонова. Первый канал. Киев.